Добрый день! У эфиры программа новин региона. У студии працуе Наталья Игнатенко. Глядите у выпуску. У Житковицким районе будут выпускать высокоэффективные органичные удобрения сапропеллю. Профилактическое мероприемство «Страховый полис» проводит Дзержа-Алтаинспекция Гомельской области. Консультацию по лазерной коррекции сроку можно будет отримать по телефону 21-го Кастрычника. Сегодня матчами у Гомеля и у Гродня протягнется программа 7-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболе. А зараз об этом и иншим больше подробязна. У Житковицким районе будут выпускать высокоэффективные органичные удобрения сапропеллю. Урочистый запуск модернизованной вытворчасти запланованы на завтра на базе акционерного товариства Житкович и Химсервис. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и Аховы Новокольного Сяродзя. У вынеку уводу нового обсталевания у Денья на предприемстве створено 5 працонных мест, а после того, как запрацуя весь комплекс, их колькость значительно вырастет. До инших тем. Профилактическое мероприемство «Страховый полис» проходит в Гомельской области. Супрационники ДАИ проверяют наявность документа о страховании и проводят лумачальную работу. Что погражает тем, кто не выполняет потребования закона и кольки таких порушальников выявили в этом году. Отказываю репортажи Ганны Ковалевой. На сегодняшний день страховой взнос по данному виду страхования по среднему классу автомобиля составляет 40 белорусских рублей на год. Можно сумму разбивать на два срока. Страховый полис повинен быть при водителях заусюду. Накольки докладных это потребование выконывается, вы решили проверить супрационники ДАИ. В эти дни Яны проводят профилактическое мероприемство «Страховый полис». Патрулевание дорог региона ведется в осмоцененном режиме. А кроме проверки страхования, инспекторы ДАИ ведут лумачальную работу и расповедают о померах покарания. За эксплуатацию транспортного средства в дорожном движении без заключения его владельцам договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 5 базовых величин. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штраф 15 базовых величин. До речи с початку года закирование автомобилем без договора об обвязкового страхования в Гомельской области было выписано больше, как 2500 штрафов. С их с початку акции «Амаль-200». Узмоцененную проверку на явности страхования областная державная инспекция протягнет до конца кострочника. Канна Ковалева, Игорь Марыщенко, Телерадо, компания «Гомель». В управлении Державного комитета судовых экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области удосконаливают техничную базу. При тем, что уже зараз тут можно проводить больше, как 40 видов разностранных доследований. С некоторыми махчимостями айчинных экспертов ознайомились наши корреспонденты. В этой установе не проводят экскурсии. Да и в уголе, трапить сюда совсем непросто. Меж тем, виновата тут сегодня находится обсталявание, которое бы не отмывались иметь у себя и ведущие науковые институты. С его выкористанием, до речи, отрималось раскрыть шарых злашинств, которые были действованы несколько лет тому. То, и что недавно лишилось немахчимым, теперь становится совершенно справой. Правда, и профессийный узровень специалистов так само постоянно повышается. Наш отдел укомплектован с сотрудниками, имеющими высшее и среднее медицинское образование, имеющими опыт работы в организациях здравоохранения и прошедших переквалификацию на базе института повышения квалификации и переподготовки кадров управления Государственного комитета судебных экспертиз. Отдел занимается обнаружением следов биологического происхождения на различных предметах, изъятых в ходе проведения следственно-розыскных мероприятий. В отделе судово-биологичных и судово-генетичных экспертиз скажут, что для высветления злашинцы теперь необходима усягодная его клетка. Отпечатки пальцев у криминалистницы хоть и еще и используются, но по сути это уже вчерашний день. В общем, в лабораториях комитета судовых экспертиз по Гомельской области сегодня проводится больше, чем 40 видов разностранных исследований. От вызначения якости выполненных будильнейших работ до проверки автомобилю на соправдность их идентификационных номеров. Коли на початку деянностей областного управления некие экспертизы яшера били у Минску, то теперь необходность у гэтым возникает редко, что не выключает постоянного удосконаливания техничной базы. С уликом специфики доследований, все планы вероятно не огучиваются, але основные на керунке называются. В последнее время проводится активная работа по модернизации таких направлений, как исследование наркотических средств. Буквально в самое ближайшее время, я думаю, до конца этого месяца, поступит новое оборудование, которое позволит на шаг вперед обеспечить качество экспертных исследований наркотических средств, психотропных веществ. Значительно улучшилось оснащение подразделений, осуществляющих производство компьютерных, технических экспертиз, экспертиз радиоэлектронных устройств. Эти подразделения в настоящее время оснащаются новой современной техникой. Олег Чунцеров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телераду «Компания Гомель». Даредший начальник управления Державного комитета судовых экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области Вячеслав Близнец сегодня станет гостем программы «Деалог». Я на видеофир на телеканале «Беларусь-3» у 19.01.20 хвилин. Номер телефона у студии – 77-68-45. Протягиваем выпуск. Консультацию по лазерной коррекции зроку можно будет отримать по телефоне 21-го костричника. У гэты день отбудется промая телефонная линия с урачом-офтальмологом, микрохирургом Аленой Михайловной Грыдюшко. Пытания про лазерную коррекцию зроку як дорослых, так и дятей будут шакать 21-го костричника с 14 до 15 годин. Номер телефона у Гомеля – 71-69-89. У Палаца Румянцевых и Паскевича у отбылся концерт фортепианной музыки и лауреата у международных конкурсов Александра Боровикова и Марыны Рамейка. Творчий вечер яны организовали у знак поваги и удячности своему любимому наставнику. Концерт просвеченный памяти итальяновитого белорусского музыканта и выдатного педагога Яугена Пукста. И он володал уникальной сдольностью захоплять вучневым астатством. Больше, как 30 годов, працевал у Республиканским колледжи при Белорусской Державной Академии Музыки. 10 годов тому Яуген Рыгорович пошел с життя, але поспел подрихтовать десятки высокопрофессийных музыкантов. Говорить о нашем учителе, мне не хочется упоминать слово «преподаватель». На самом деле, конечно, он был для нас гораздо больше. Необыкновенно живой, начитанный. У него была дома огромная библиотека, он очень любил книги и всегда в любом городе посещал такой магазин, как букинист, выходя оттуда, с огромными сумками книг какими-то сумасшедшими. Вот Марина тут добавит. Да, он, конечно, что мы в нем тоже все очень ценили, это его потрясающее чувство юмора, неподражаемая лексика, его уникальные педагогические методы. И он был очень демократичным и всегда очень уважительно относился к своим ученикам, к их мнению, к их интерпретации. С ним было очень интересно. И он, конечно, очень близкий для нас человек. У выконании лауреата у международных конкурсов Александра Боровикова и Марины Ромейка на ведвольнике концерта подшули композиции Людвига Ван Бетховена, Иоганнеса Брамса, Сергея Рахманинова. Сегодня я глядачу у телеканала «Беларусь-4» чекаю с встречей с вядомым украинским спеваком, композитором и аутром песен Олегом Винником. И он завитая у студию программы «Добрый вечер, Гомель». Артист занятый у таких вядомых мюзиклах, как «Элизабет» и «Адрынутые». На его актерском рахунке у роли Жанна Вальжана и «Чорного принца». Его концерты в Украине сопроводжаются неизменным аншлагом. У Беларусь же Олег Винник едет с гастрольным туром у першыню. Выступления пройдут у столицы и у Гомели. До речи, «Беларусь-4» Гомель стал першым телеканалом у нашей краине и киноведа успевак. Гэтым «Добрым вечером» артист познайомить глядачу со своей творчастью и представить уласные композиции. А кроме этого расскажет про прихильниц, про то, как народжаются песни и тейось побач с артистом муза, яка его натхняет. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сёння у 19.30 на телеканале «Беларусь-4 Гомель». И об спорте. Сёння матчами у Гомеле и у Гродне протягнется программа сёмага тура чемпионата Беларуси по мини-футболе. Нахадаем, гэтый тур растягнулся в связи с выступлением трёх беларуских клубов на международной арене. Команда «Агрокомбинат Паудневы» с Гомельского района сёння будет примать столичную ахову «Динамо». Матч стартует в спорткомплексе «Локомотив» у 19.00, а завтра Гомельский ВРЗ наведается до девчого чемпиона краины Литсельмаша. Гэтую сустречу у прамым эфиры покажет телеканал «Беларусь-5». Початок у 18 годин. На гэтым выпуск завершенный. У студы працавала Наталья Игнатенко. Мы сочым с разведцем паде у Гомелли в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова